Всем большой привет! У нас в гостях второй день Дмитрий Бородой. Так, здесь коротко сейчас всё, что нужно вам знать. Девять часов мы вчера общались, да? Да. Тут лежит моя обжарка, первая и вторая моя партия. Она ужасна, первая, по крайней мере, точечная. И вот прежде чем это всё обсуждать, Дмитрий хотел рассказать вообще, чем занимается реально обжарщик на производстве, потому что у многих нет понимания, кто это такой. Ну, на самом деле, да, судить по внешнему виду про обжарку, это такой бред сивой кобылы, да, который вообще в принципе после определённого времени, проведённого за обжаркой каперскими столами, у тебя не приходит на ум, ну, как бы, осуществлять такие действия, типа, как вот, давай посмотрим, давай разберём зерно и поковыряемся в нём. Это бред. Потому что зерна существует абсолютно большое количество обработок, и, как бы, они очень сильно влияют на внешний вид при обжарке. То есть, то, что кажется нормальным, умытого нормального зерна, да, там, обычного, классического, будет недопустимо там у какого-нибудь, я не знаю, суперферментированного кофе, потому что там совершенно другие процессы происходят на поверхности зерна. Чем занимается обжарщик? У него есть две главные функции. Бывают разные виды обжарщиков, если кто не знает. Есть такое понятие, как product roster. Тот, кто стоит и каждый день жарит. К примеру, в Double B весь кофе, он был, можно говорить, он дорогой, можно говорить, он супердорогой, но нельзя сказать, что он был плохой. То есть, он был супервкусный, он был хороший, там, за свои, как бы, деньги кто-то скажет, что супердорого. Но сам кофе был вкусный, да. И люди, которые его жарили и жарят до сих пор, капили кофе в жизни два раза. Да. Хорошо, а как? Это называется button pusher, или это называется product roster. То есть, человек, который повторяет профиля, действия в больших батчах, и не капит кофе, и он может получать суперкрутой результат. То есть, как бы... Ну, тогда должен быть тот другой, кто этот профиль задает. Вот, и другой, тот, кто задает профиль, и называется как раз то, это может быть там, он может быть кугрейдером, капером, я не знаю, кем, назовите, как хотите, да. У него могут быть суперразные сертификаты, но по факту это будет quality manager. То есть, и нормальный самостоятельный обжарщик сочетает в себе две эти функции. При этом, при всем, может быть такой обжарщик, кто жарит кофе, мы его называем там оператор обжарочного аппарата, и он может, в принципе, не знать ничего про кофе. Как бы, именно с первого дня в сварщице, да, там я сказал, что я стоять за ростером не буду, потому что это не мое. Это самая тупорылая работа для меня, которая может быть, потому что это супер монотонная работа, она супер неинтересная. Ты повторяешь профиля и делаешь так, чтобы ничего не сбилось у тебя в профиле. Тогда вопрос. Вот, вопрос. Что делает обжарщик? Первое. Первая его функция – это повторить тот результат, который был запрограммирован. Программирование этого результата, его фиксирование происходит на капельском столе. Единственное, что делает обжарщику ростера, он повторяет или борется с какими-то факторами, которые пошли не так. То есть, типа, допустим, у тебя закончился газ, у тебя там резко, допустим, термопара сломалась, или у тебя там воздух супер холодный в помещении, или ты затупил и засыпал холодное зерно, оно там не отлежалось на трансферном складе. То есть, обычно, когда зерно привозят с холодного хранения, оно там должно быть отстойным, ну, сутки минимум. Что, в каком-то температуре? Да, потому что 60-килограммовый мешок, он промерзает достаточно сильно, и для нормальной среды, чтобы у тебя была хотя бы такая же среда, как в обжарочном цеху, должно пройти сутки хотя бы. И тут вопрос в том, что если ты эти все факторы нивелируешь, у тебя подвоз в одно и то же время, обжарка там всегда стартует так, там кто-то между, там, протоколы между батчами, чего мы вообще абсолютно не делаем, то есть, профиля составляются так, чтобы между батчевого протокола не было. И как бы у тебя получается так, что обжарщик повторяет вот эти все штуки, для того, чтобы свести там 30 жарок в один профиль, да? Объясни две вещи, пожалуйста. Смотри, первая вещь. А как измеряется крэк или профиль, уже должен учитывать? Смотри, у каждого профиля может быть, для каждого стиля обжарки, может быть абсолютно разные поля контроля. Кто-то контролирует по одним данным, кто-то по другим, кто-то очень упорно смотрит на ROR. Rate of Ice. Ну, то есть, это, грубо говоря, скорость нагрева в единицу времени. Но скорость нагрева в единицу времени, это всего лишь изменение показания на термопаре. И мы помним, что термопара у нас стальная, а кофе у нас не стальной. И передача энергии, как бы, она будет полезна только для определенного ростера, определенной модели, да? Это такой показатель, он не... Ну, его нельзя взять, перенести на другой рост. Вот у нас стоит два трабрата, двадцатки, они чуть-чуть разные сделаны. И там уже вообще всё по-другому. Ну, то есть, как бы, здесь идёт уже такая тонкая настройка. И тут важно понимать, чем больше бач, тем стабильнее обжарка всегда будет, но тем меньше яркости. Вот для меня, в моём понимании, нормальный суперяркий фильтр, specialty, там, вставчик, заканчивается выше бачей 25 килограмм. То есть, всё, что выше 25 килограмм, ярко очень сложно пожарить. Это будет, ну, как бы... Нет, он будет хороший фильтр, но он будет такой не суперяркий. Он будет более балансный, там, тельный, там, какой-то... Более такой, как бы, спокойный. Там будет всё выражено, это такое достаточно... Американский, австралийский стиль, я бы так сказал. Суть в чём? В том, что обжарщик... И вот многие думают, что самое главное обжарщик, это я там вкуснее пожарю, я там так пожарю. Нет, ну, то, что технология предполагает, знал. Нет, это всё это бред. Пожарить вкусно, и мартышка может. Важно, у обжарщика самое главное, это уметь программировать результат. То есть, ты на каперском столе должен прийти, попить кофе и сказать, что с ним не так. Но для того, чтобы тебе сказать это, ты должен знать хотя бы потенциал этого кофе. То есть, для этого делается сэмпл обжарка, смотрятся, грубо говоря, якорные какие-то дескрипторы или характеристики кофе, которые ты пытаешься выразить там. И у тебя есть там так называемая карта движений, по которой ты работаешь. Допустим, ты пожарил первый батч на основе сэмпл кофе, на основе кофе старого урожая, допустим, пожарил, попил, кофе ок, да. Я бы хотел сделать, допустим, его поярче. Окей, я пожарю. Короче, время развития, чуть-чуть задеру температуру там и сделаю его. Это на одном-то уже росте. Да, да. А вот теперь вопрос к тебе. Вот, допустим, получается, в твоей схеме капер даже не обязательно умеет обжарить на тропоте. Он умеет обжарить на каком-то рёсте. Все должны говорить на одном языке, в этом весь и прикол. Вот, то есть, он в любом случае должен знать оборудование так же, как и... А как он перекладывает? У тебя есть факт. Ты не перекладываешь профиль. Вот это самое большое заблуждение. Я понимаю, что не перекладываешь. Это самое большое заблуждение. Ты перекладываешь профиль вкуса. То есть, твоя задача понять потенциал зерна. Так, это понятно. Ты его понял, этот потенциал зерна. У тебя есть какой-то референс, по которому ты жаришь кофе там с этого региона. Этот референс создаётся там путём опыта, да, какого-то работы на этой машине. А, ну, то есть, какой-то стартовый ориентир. Это всегда. Да, так всегда. На конкретном ростере или на конкретном кофе? Да. Из региона Эфиопии? Да, допустим, это Эфиопия. И ты начинаешься двигать по этому профилю. Ну, то есть, как бы, суть в чём? Когда у тебя приходит новый ростер, у тебя происходит опуска-наладка. Вот, допустим, белый ростер у нас пришёл в апреле. Я тебе могу по Кропстеру показать. Батчи мы на него перевели в августе. А до этого просто портили кофе? Нет, мы не портили кофе. Мы пытались сжарить. То есть, у тебя, смотри, мы пытались сжарить и понять, что лучше будет на нём жарить. Мы кидали 1-2 батча, смотрели, допустим, у тебя пришёл заказ на 80 килограмм. Какого-то кофе, фильтра, да? Ты там 6 батчей кинул здесь, один кинул здесь, попил. Понимаешь то, что это менее ярко, но оно ок, оно нормально. У тебя всё равно качество – это не точка, это диапазон. И ты их смешиваешь, да, там, все вместе такой. Хорошо, попробую в следующий раз так. Потихоньку его запускаешь. Если что-то не получилось, списал. То есть, мы как бы нормально списываем на запуск оборудования. Но чаще всего это происходит вот именно в таких пристрелах. И потом ты понимаешь то, что, в принципе, на этом ростере, по нашему пониманию, мы не можем жарить фильтр. Он не подходит нам для фильтра. И мы принимаем решение, окей, фильтр мы на нём не жарим, давай жарить на нём другой какой-то кофе. Мы выбирали, выбирали, смотрели и решили, что на этом ростере мы можем жарить только молоко. То есть, как бы это уже наши внутренние процессы. Господа, сейчас, конечно, время для покупки кофемашин, по идее, не самое лучшее. Но непонятно, когда же оно будет лучше. Цены взлетели и не упали с понижением курса долларов. Потому что, к сожалению, проблемы только не в этом. Нас покидают некоторые бренды. Логистика непонятно, что да как будет. Это тоже всё влияет на то, что цена не снижается при снижении курса доллара. И мы живём уже в новой реальности. К этому надо привыкнуть. Поэтому, если вы хотите сейчас купить хорошую кофемашину, главное, чему надо уделить, чтобы это был порядочный продавец, который в случае чего поможет вам с гарантией, который вас не бросит, если не дай бог что случится, и который продаёт официальный кофемашин. Это важно. Поэтому не экономьте сейчас 5-10 тысяч, если речь идёт о кофемашинах от 100 тысяч и выше. И не покупайте сериак, который вообще-то привозится в Казахстан или Узбекистан и продаётся у нас без гарантии и так далее. Это может вам вылиться в большую проблему. Один из таких хороших магазинов, который покупает всё официально и гарантирует вам помощь в случае чего, это мои друзья из Coffee Fine. Они создавали магазин вместе со мной. То есть, я участвовал в подборе кофемашин, чтобы какую бы кофемашину вы у них не купили. Она хорошо готовила кофе по моим меркам. Это очень приятные и, самое главное, ответственные люди, которые вас не бросят. И они уже работают больше года. И среди моих подписчиков есть уже не так уж мало людей, которые у них купили кофемашину. Даже есть те, которые купили, им не повезло, случился гарантийный случай и здесь всё помогли, и всё разобрались. У меня даже ни одной жалобы на них не было. Вау, это первый пока магазин, на который я за год не получил жалобу. А поверьте, жалуются по любому поводу, даже когда продаётся, ну как бы, не очень виноват, тем не менее. И, покупая у них, вы поддерживаете в том числе и наш канал. За что вам огромное спасибо. По регистрации, если вы зарегистрируетесь, у них, то у вас будет немного снижены цены. Раньше было много, но сейчас, повторюсь, своеобразное время. И ещё один такой моментик. Мы в нашей группе Telegram иногда будем выкладывать какие-то интересные предложения по этому магазину. То есть, может быть, какую-то там, например, одну неделю какая-то из моделей. Ну, к примеру, Melita Boris TTS или же Nivon 9.0 со скидкой там 10-5 тысяч рублей от ценника на сайте. То есть, можете ещё следить за этим предложением у нас в Telegram группе. Мы продолжаем ролик. Существует определённый диапазон, когда зерно выражен тот или иной вкус, но тебе нравится больше тело, а мне нравится больше яркость в фильтре. Тебе нравится больше, допустим, какие-то супервысокая кислотность, а я хочу её прижать и выразить больше, допустим, косточковых фруктов в этом кофе. Всё это можно назвать стилем обжарки, потому что мы берём позитивные стороны кофе и каждый, на свой взгляд, их подчёркивает. Это будет стиль обжарки. Но если ты говоришь, а мне нравится вот этот вкус овса и кукурузы и супер там светлое зерно, я тебе говорю, чувак, это дефект обжарки, потому что этот вкус кукурузы и овса не является, грубо говоря, отличительной особенностью специально вот этого данного зерна. Его можно добиться и на Бразилии, и там, и там, и там. Да, там будут другие ещё на фоне, но этот вкус будет как бы везде доминировать. И мы с тобой приходим к мнению о том, что этот кофе там не дожарен, запечён и там, допустим, вообще без крека. Вот как вот эта вот часть зерна. И вот это стиль обжарки назвать нельзя. Это будет дефект обжарки. То есть стиль обжарки – это определённая там карта дескрипторов одного и того же кофе, который включается в нормальное понимание вкуса этого зерна. Всё, что за гранями нормального понимания. То есть ты там нахерачил пиролиза, у тебя там кофе весь горький там какой-то, и ты говоришь, вот я так люблю, это тоже будет по факту дефектом, потому что этот вкус можно получить у любого зерна, это вкус от обжарки, это там пережаренное зерно, там и как бы он не выражает. Вот. И самая главная задача обжарщика – выразить максимальный вкус в соответствии с его стилем. Вот у нас есть там свой стиль у сварщицы, да, мы там любим там фильтр какой-то там яркий, чистый там и прочее, да. И мы работаем вот в этот стиль. Иногда бывает отклонение, это нормально, а у каждого обжарщика бывают отклонения, они небольшие, но если мы принимаем решение, что по нашим точкам физическим кофе прошел, это свет, время развития, градус выгрузки, длина обжарки, мы всего четыре точки смотрим. И если мы понимаем, что по нашим он прошел по физическим, на столе мы посмотрели ок, все, мы можем там его выпускать. Если мы понимаем, что он не ок, мы начинаем думать, что с ним делать. То есть, в крайнем самом случае, бывает типа там blend, blend у обжарщика нашего, знаешь, какое понимание? Типа я blend сделал. Нет, это когда ты жаришь кофе в барабане, и вместо того, чтобы выгрузить, у тебя вот уже кофе горячий, ты должен выгрузить его, нажать один рычаг, ты вместо выгрузки нажимаешь загрузку. И у тебя внутри кофе, который готовый уже, и туда высыпается зеленый кофе. И это потом появляется blend, да? Нет, это просто ты выгружаешь, и все, и ты списал. Ну, как бы с ним сделать ничего нельзя. То есть, суть в чем? Ты совершаешь какую-то ошибку, и эта ошибка должна быть классифицирована. Подходит этот кофе по нашему качеству, мы его выпускаем. Не подходит он по нашему качеству, мы его либо отдаем таким ребятам, как у тебя был сервис, бесплатно мы отдаем, они кофемолки, когда чинят, проверяют, им постоянно нужен какой-то кофе. Мы бесплатно скидываем ребятам из гурме, как бы они там суперавтоматы чинят и прочее, но иногда они говорят, слушай, а вот вы кофе какой скинули, он нам так всем понравился, вы его выпили. Ну, то есть, тот кофе, который мы испортили, для кого-то может казаться, что это классно. Ну, то есть, он не испорченный, там может быть... Просто подходит под твой стандарт качества. Да, в этом есть и прикол. Но бывает, и мы им отдаем такой кофе, но то, что испорчено, на наш взгляд, и ок, мы фасуем, у нас есть charity blend, это blend на благотворительность, мы также фасуем с азотом, смешиваем всё и отдаём какие-то раз в месяц организации, фонда на благотворительность. То есть, они его бесплатно раздают людям. Вот. И всё идёт в черите. Но если вот накосячили очень сильно, то идёт на настройку кофемолки. Но бывает так, что когда мы сильно накосячили, оно идёт на настройку кофемолки, и людям всё равно этот кофе нравится. И я не исключаю того факта, что если наш сильный супер косяк попьёт любитель какого-то там итальянского кофе, он скажет, вот у вас весь кофе говно, а вот этот кофе круто. В этом, да, в этом весе прикол. В том, что это не плохо и не хорошо, это просто не наше качество. Мы не можем с ним работать, потому что мы работаем в кофе по-другому. И именно поэтому, именно это даёт тебе понимание как бы того, что вообще строго какого-то человека судить нельзя. И именно вот я всегда говорю, это не наш стиль. Давай вернёмся к моменту, тогда уж допишем. Итак, получается, у меня новый ростер. Да. И у меня есть какое-то понимание, как примерно похоже ростер обжаривается мытая фиопия. Смотри, если у тебя есть уже какое-то понимание, как примерно оно обжаривается, но не будет пониманием, как обжаривается мытая фиопия. Она будет пониманием, как из этого теруара вытащить тот вкус, который тебе нужен. Хорошо, ладно. Допустим, всё, ростер запущен, у нас есть какие-то, мы что-то обжариваем. Итак, вот есть один человек, который реализует этот профиль, есть второй человек, который капит. Либо это один и тот же. Хорошо, приехал новый кофе. Вот допустим, это разные люди. У больших производств это же разные люди. Ну, у нас, нет, у нас команда 5 человек, они все говорят на одном языке, то есть это было 3 обжарщика, сейчас один уехал. Ну, по факту там 2 с половиной одного мы уже полгода учим, он уже может жарить что-то. И это Серёжа Виолетта, я плюс подключаюсь, как бы, и вот мы всем коллегиальным решением решаем, что делать с кофе. Итак, хорошо. Значит, я жарю на Рёсте зелёное зерно, каплю, себе выделяю, что я хочу выделить во вкусе. Хорошо. Хоп, передаю это обжарщику. Вы уже на столе вместе капите. И он то, ну ты же говоришь, что он технолог, может не разбираться даже в кофе. Так нет, ты когда жаришь потенциал, у тебя на Рёсте есть этот, ты жаришь потенциал, попили кофе. Вот в нашей реальности это происходит так, мы вместе попили и решили. Он такой, ну да, там, тут надо так сделать, тут так, я его пожарю по профилю, наверное, Гигеса, а там посмотрим. То есть, в основном, говорит, идёт профиль, а от него уже мы потом отклоняем. Да, 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 и вот, у тебя должна быть точка, с которой ты стартуешь. В случае с технологом, ты просто жаришь и подходишь к ростеру и говоришь, давай я первый с тобой пожарю, а потом мы уже всё посмотрим. Ты жаришь и говоришь ему параметр, по которому он жарит, вот и допустим, самый крутой обжарщик, на мой взгляд, вообще вот такой технолог, это был Володя из WB, такой, знаешь, постоянно заикался, от него иногда пахло перегаром. Там эспрессо, 40 бачей, 0,2 градуса, вообще просто, вот так вот, пуля, вот просто, всё в 10. И ты такой стоишь, такой думаешь, ну, то есть, как бы, и ты понимаешь, что тебе кростер усуваться вообще не надо. Ну, то есть, он настолько это откидывал всё всегда, и у тебя получается, ну, иногда косячил, естественно, все косячат. То есть, вопрос именно в том, что ты создаёшь вот это вот, как тебе сказать, профиль ему базовый, он его использует как подложку, и по нему идёт. Слушай, тогда есть такой вопрос, вот, наверное, это имеется в виду, как раз весом решается объём, но вот у меня, например, крэк бывает при одних тех же параметрах с разницей даже в 30 секунд. Да, конечно, может быть, и 50 минут, и 2. То есть, профиль, вот это похоже. Всё очень просто. Это, есть ещё профиль работы самого ростера. Да. То есть, допустим, какие-то машины жарят, вот, допустим, лоринг выходит на режим, и он там жарит, там, 50, потому что он замкнутый, да, там, 50 батчей, ты на нём кинул лог. Все кондукционные ростеры, там, Gissen, Probat, Trobrat, они там после 25 батчей перегреваются очень сильно, и у нас уже есть циклы, то есть, первым мы жарим вот это, вот это, вот это, 5 батчей на таких загрузках, потом мы, там, 20 батчей у нас идёт продакшн, после 25, максимум 30 батчей, ростер полностью остывает. То есть, это уже такое производственное… Внутри вот этих 20, он практически не отклоняется от заданного когда-то там пройдёт. Да, но если он будет отклоняться, его можно подостудить, прогреть, там, то есть… А вот как ты поймёшь, если он технолог, он же там не слышит ни крека, ничего, там же… Я так понимаю, машины сами не отмечают крека, или отмечают какие-то… Ну, ты можешь тыкнуть это, отметить, а рост сам отмечает крек, есть… Вот рост – это хорошо, но вот… Нет, ты слышишь крек, поверь, если ты знаешь. Так они там в наушниках стоят, там шум такой… Нет, почему, у нас нет шума, но это тот, кто жарит на лоринге, там ты ни хера не услышишь, там вообще… Там отмечают крек по температуре, там как взлёт ракеты. А если ты жаришь на кондукционном ростере, кондукционный ростер работает очень тихо достаточно, ты слышишь все креки, если она, ты можешь его отметить, но более того, я тебе сейчас, не знаю, можешь секрет открою, определённый ростер, определённая машина, если ты не делаешь вот таких вот вещей, крекает почти всегда на одной температуре. То есть, он говорит, если мы ставим профиль и выходим на эту температуру, мы уверен, что он будет повторять. Ну типа там… Вот есть одно и то же зерно, оно там крекает почти всегда на одной температуре. Разбег по разному зерну, если не супер-вайлд эксперимент какой-то, будет у тебя там 3-4 градуса на одной машине при одной загрузке, то есть, если ты постоянно кидаешь 15 килограмм по одному профилю, абсолютно разного зерна мытого, у тебя крек будет там плюс-минус там 3-4 градуса. Получается, да, это работает. Да, смотри, ты пытаешься, сейчас вот мы с тобой на разных языках говорим, поэтому тебе сложно, я тебе пытаюсь объяснить, что опыт обжарщика – это именно учёт вот всех вот этих вещей. Это опыт, отложили отдельно. Чем опытнее человек, тем больше вот этих факторов он может учесть. Это опыт. Но главные его две задачи, этого обжарщика – это повторить профиль, который был заранее сделан, и второе – понимать, если он вот реально такой хороший обжарщик, понимать, что сделать с кофе при его результате референсном и при том, которым он получил. То есть, в итоге, в любом случае, условно говоря, если капит контроль, ну, контроль качества проходит и говорят, что здесь отклоняется кофе в какой-то такой-то дескриптор, то он должен сразу понимать… Мы вместе капим, да. Ну, в любом случае, я понял, но в целом, то есть, он должен понимать, как это на графике выразить. Да, 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 то есть, он подходит, говорит, попил, говорит, такой, что-то мне не нравится, здесь вот вообще не хватает яркости, и она какая-то вообще там свалилась просто полностью там в печенье, баланс какой-то. Я говорю, что будешь делать? Он говорит, ну, там, урежу развитие там на 5 секунд и прибавлю градус. Да. И мы там, допустим, жарим. И в чем самая фишка? Он жарит, у него получается вкусно, мы все попили, да. И это может быть лучший референс. То есть, референс это может быть не всегда там 100%. То есть, это все вкусовщина, естественно, у всех. И здесь необходимо понимать, что идеального варианта может вообще не существовать. То есть, хорошо, это может быть, я не знаю, 85-90% разбросов вариантов. Это отлично, да. И там 10% это там вау. Знаешь, вот вау. То есть, вопрос стоит не в том, чтобы там пожарить кофе наилучшим там образом, да, там вообще вот просто. А чтобы сделать свое качество, которое будет стабильным, которое ты сможешь повторять. Всегда. Вот это самое важное. И тут налагается очень много вещей. Первое. Если кофе пришел, его профиль этого кофе будет меняться с течением урожая. Далее. Не та температура зерна, там, ростер, там, вплоть до того, что знаешь, как бывает, термопару вытащил, почистил от нагара. И уже там по-другому на все. Все, профиля. Если ты термопару вытащил, почистил, все профиля на переделать или на контроль взять. Потому что там ушло покрытие это нагарное. Соответственно, восприятие термопара и температуры будет быстрее. И там уже у тебя не все. И регулируется на тоже. Да, да, да. Такое бывает. Но контроль, естественно, у тебя есть объективные точки контроля, которые тебе позволяют сделать вывод о том, что кофе пожарен хорошо. Первое, самое главное, это цвет зерна. Но цвет не как мы с тобой на глаз смотрим, а цвет нормального калориметра. То есть, калориметр нормальный стоит нормальных денег. Там вот из нормальных это Arctron американский, это ColorTrack тоже, по-моему, американский. Конику Minolta вот мы используем CR410 кофейный. Но у вас как микроскоп, у теста как микроволновка, это так выглядит странно. Нет. Но тут вопрос в чем? Это просто калориметр, который там смотрит цвет по шкале. А их всех надо калибровать. И нормальный калориметр, он тебе показывает три цифры и при этом стоит там 10 тысяч долларов. Это абсолютно нормально. То есть, такое оборудование, которое стоит кучу денег. Они есть разные, типа Lytales, там по 150 тысяч. Но как бы ты на Lytales смотришь, там знаешь, как мартышка вот так с закрытым глазом смотрит и цвет определяет. Потому что сегодня так определило, завтра по-другому. Ну, то есть, там разброс очень большой. То есть, вот это точное оборудование, если оно у тебя суперточное, оно позволяет тебе в тот момент, когда ты отъехал вот в какой-то такой, знаешь, что-то не то, ты можешь померить этот. Есть суперобъективный фактор контроля, еще один, который можно мерить. Это влажность зерна после обжарки. Но приборы все достаточно дорогие и они очень долго работают, мы ими не пользуемся. То есть, его можно купить, но к нему прибегаешь крайне суперредко. А вопрос такой, большинства нет ни калориметра, ни... Ну, это... А как тогда определяют? Вот так? Ну, как бы они определяют так. Ну, то есть, смотри, кто такой профессионал? Это тот, кто, или там гений там называют, это тот, кто нарушает правила, выходит за рамки и прочее. Но для того, чтобы нарушить правила, выйти за рамки, надо их идеально понимать, иногда даже писать. То есть, ты должен сначала идеально изучать там 10 лет эти правила, стать суперпрофессионалом, а потом понять, я так делать не буду, я буду делать вот так, потому что. Как этот, в принципе, лукровка в Гарри Поттере писал рецепты свои. То есть, идеальное понимание правил всех, оно дает тебе матрицу в голове, которую ты можешь двигать постоянно. И что самое главное? Вот то, что я там говорю, да, там сейчас, вот мы двигаем так, то всё, это я тебе упрощаю всё. Естественно, что объективные факторы контроля стоят на первом месте для стабильного повторения. И только лишь потом ты подключаешь своё мнение о том, что может быть сделать не так. Это в случае с повторением. Я буду больше доверять калориметру, допустим. Но с точки зрения вкуса, естественно, и установки профиля, я на первом месте, нежели какой-то калориметр. Потому что это всё, вот это оборудование, оно не делает качества. Оно позволяет вернуться к какому-то качеству для того, чтобы его повторить. Понятно. То есть, ты задаешь профиль, по нему обжарить, потом замеряете калориметром. Да, именно поэтому мы с тобой сейчас проговорили это всё, потому что я тебе хочу показать, что, может быть, ты не так представлял, что делает обжарщик. Обжарщик – это очень скучная работа. Я представлял, но это надо объяснять. Да, если ты стоишь один у себя в трубе, жаришь в своей, да, там, я пожарил, там, что-то сделал, там, ты говоришь, я там, вот, кофе жарю, я обжарщик. Ты можешь быть, там, всё нормально. Я так не говорю, что я обжарщик. А ты, нет, всё нормально, всё окей, но у тебя методов, из методов контроля только ты сам и твоё самомнение, да? А тут получается, что ты должен сначала обставиться всем оборудованием хорошим, профессиональным, затем наладить систему по методам контроля и только затем сделать эту систему как бы работающей. То есть, любой массив данных должен быть обработан. Если массив данных не обрабатывается и не производится аналитика, то это всего лишь цифры, таблицы с цифрами, которые можно, знаешь, там, табличек очень много наделать, но если ты в них не смотришь, а смысла от них нет. То есть, как бы, допустим, если бы мы жарили очень много кофе, и у нас были бы разные ростеры, у нас было бы объективных точек контроля, там, не 4, а 7, там, или 5, или 6. То есть, под каждый ростер... Да, и типа тебе надо их увеличить и прочее. У нас по факту какой-то тип кофе зафиксирован за какой-то машиной. И именно поэтому, как бы, у нас их может быть меньше, потому что есть такие сорта, которые мы просто не сыпем в какой-то ростер, просто вот не сыпем и всё. Ну, то есть, грубо говоря, один под молочко, потому что на нём яркий фильтр сложно получить. Да, да, да. Ну, то есть, как бы, мы стараемся всё это ещё и, как бы, соблюдать у нас по внутреннему распорядку. И, что самое главное, у нас машина чаще всего закреплена за человеком. Ну, чтобы он максимально её изучил и быстро реагировал. Восприятие вкуса может и смазываться у тебя под тканизня, потому что ты попил много-много разного кофе. Но при этом у тебя всегда работает команда. Если у тебя три из трёх говорят, что реально, если у тебя там пять из пяти говорят, что всё говно, значит, реально всё говно. И у нас там проходящих бывает три-пять человек всегда. То есть, нету постоянной команды. То есть, не одна Виолетта капит? Конечно, ты чё. Виолетта может капить ради удовольствия всё, что хочет. Если у нас не достигнута цели, если ребята сомневаются, вот я сейчас сделал скриншот, да, там им отправлю, они будут смотреть. Ок-ни-ок. И тогда мы там вторым-вчетвером капим и решаем. Но у нас работают такие самовлюблённые придурки на производстве некоторые, типа Антона. Поэтому они норовят списать постоянно кофе. И тот человек, который их останавливает и говорит, нет, списывать мы не будем это. Давай просто, допустим, отправим в кофейню на батч, если там небольшое отклонение. Либо мы откроем не в кофейню на батч, а просто типа, сколько ты жарил такого кофе? Он говорит, это один из десяти батчей. Давай замешаем один-десяти, попьём я себе. Ок-ок. Попили, да, всё, ок там. Потому что отклонение было, там вот ты видел, да, сейчас 0,2 градуса и там одна секунда. Скорее всего вообще на вкус не отличается. Да, не скорее всего, это 100% не отличишь на вкус. И ты такой, что делать? Ну ничего, всё нормально. И то есть как бы я тот человек, который часто говорит, нет, мы не будем как бы вот это списывать. Антон бы списал бы каждый свой батч, если бы ушёл работать, он бы как такой человек. То есть тут вопрос в чём? Вопрос в стабильности, я объясню почему. То есть если ты каждый раз гонишься за экстремумом вкуса, ты его вот эти 15 килограмм по 250 пачек разделил, 50 пачек у тебя получилось там, да, и отправил там 60, да, там вот эти пачек. И он же везде заваривается по-разному. И иногда ты приходишь и такой смотришь, как твой кофе в кофейне заварили, ты такой думаешь, просто. И у тебя только один вопрос. Не почему так плохо заварили реально, а зачем они тогда вообще его покупают, если для них вот это качество является ок. Потому что вот это пить невозможно. В пачках? Ну может быть. Именно поэтому тут вопрос именно в том, что мы хотим, мы своё качество знаем, обжарших знает, каким он должен быть, и мы его передаём. То, как человек делает в кофейне, мы не знаем. Мы же, наверное, вот этого слова не побоюсь. Одна компания в России, кто на кофе выпускает все рецепты на свой. Когда-то ростинги так пытались сделать, но потом забросили. И когда-то тесте так делали, но тоже забросили. Не знаю, у нас на весь кофе обязательно. Слушай, я тебе объясню, почему это, на мой взгляд, только под вопросом у меня стоит. Ну, например, ты берёшь, делаешь рецепт под эспрессо. Андрей, я тебе так могу сказать. Ты можешь считать, что это стоит под вопросом. В дни, когда мы загружаем кофе на сайт, если там нет рецепта, 10-15 сообщений прилетает абсолютно сразу. Ну, уже привыкли. Да, но мы и работаем над этим. Ты же знаешь, там прикол сейчас, когда кофе покупаешь, тебе рецепты прилетают отдельно на весь твой кофе. Я твой кофе давно не покупал. Нет, ну, вот сейчас уже делают. То есть, там такая фишка, тебе формируется под эспрессочка, тебе прилетают все рецепты, которые записаны на сайте, и есть QR, когда ты можешь... Ну, такой вопрос тебе. Ну, смотри, у тебя Ля Марзока, сатурированная группа. Сейчас будет ВСТ стоять. Там ВСТ-шные, соответственно, корзины. Это один рецепт. Беру я, даже Бьянка, даже вроде домашняя, ну, Рян полупрофессиональная машина, у меня тоже по-другому будет вывариваться. Да, естественно. Ну, так просто я к тому и говорю, что я так понимаю, от этого и рецепта не отказывается. Нет, подожди, у тебя есть реф, на который ты идешь. И в этом рефе самое главное, что надо знать, это время прохода через кофе. То есть, это называется... Она от формы корзины может имеется? Величина экстракции, она не от этого меняется. Она меняется, вот как раз сатурированная группа, ты правильно сказал, она меняется чаще всего от первого дропа. То есть, самое главное, смотреть, когда первый дроп у тебя совершился. То есть, сносика. Там на Марзоках третья, четвертая секунда, на Симонелях чаще там седьмая, восьмая. Есть седьмая, первая, седьмая, восьмая. Вот, вот в этом есть прикол. Это именно от того, как заполнено внутреннее давление. То есть, если у тебя обычная помпа, там седьмая, восьмая секунда, если у тебя сатурированная группа, то третья, четвертая, тут вопрос именно в том, что если ты профессионал, ты эти все вещи знаешь. И там общая экстракция такая. И если у человека есть вопрос, мы ему помогаем. Но с рецептами чаще всего, знаешь, как случается. Звонить человеку и говорит, кофе говно не варится, а вы по рецепту варили? А что, у вас есть рецепты? Да, сварите по нему, пожалуйста. Даже другая кофмашина. И мы обращаем внимание на важные вещи. Вот, допустим, молоко сделано таким образом, что если ты его будешь варить обычным классическим нордическим рецептом, типа брюретио 2 или 2,2 за 24 секунды, это будет пустое, невкусное, горькое говнище, которое пить вообще невозможно. И молоко сделано под рецепт, типа а-ля старый итальянский, брюретио 1,6 или 1,8, экстракция 29, там, 28-30 секунд, и у тебя получается нормальный напиток. Или автомат. Вот, в этом есть и прикол. То есть, ты как бы даёшь человеку направление. Если он в это направление следует, ты ему говоришь, что вот эта серия, она должна вариться вот так. Если вы её вот так не сварите, скорее всего, будет всё плохо. То есть, и оно помогает почти всегда человеку. Ну, в принципе, как ориентир как минимум. Время экстракции. Если ты учитываешь первый дроп, то это неважно вообще, какая машина. Второе, температура воды. А у тебя экстракция сначала пролива же, а не с нажатия кнопки. Ну, его чаще всего... Надо чувствовать, что или марзок, соответственно. Нет, надо понять, что чаще всего вопрос именно с этим возникает. Мы первый дроп не пишем, потому что людей это запутает просто. Да. Мы пишем время экстракции, это первое. Второе, самое главное, это температура. И третье, самый главный параметр, который вообще-либо когда есть, это брю-рейтио. Потому что брю-рейтио по факту, это концентрация вкуса. Вообще срать на все твои Е61 сатурированная группа или что. Если ты контролируешь брю-рейтио, ты выжимаешь 50% вкуса. Если ты это брю-рейтио контролируешь со временем, ты выжимаешь 85% вкуса. То есть, тут вопрос именно идёт в том, что ты фиксируешь ему какой-то маленький коридор, и он в этом коридоре крутится. Но если он этот коридор нарушает... В любом случае получит прилично. Конечно. Суть рецепта не дать финальный напиток, потому что это нереально. Суть рецепта дать ему коридор. Иногда бывает звонят и говорят, слушайте, я попил ваш кофе, такое редкостное говно. Я говорю, что случилось? Давайте объясним. Он мне начинает называть, говорит, я варил по рецепту, всё так, вот так, вот так. И потом называют пару параметров. Я говорю, ну да, у вас такое говнище, наверное, получилось, что я бы пить не смог. А как вы это продаёте? Я говорю, ну нельзя варить эспрессо на осмосе. А он варит его на осмосе. И у тебя он варит... Он на чисто без мировых? Да, да, он тебя варит там на 10 ppm, он говорит, у меня просто один фильтр. Не, он варит на 10 ppm, и у тебя просто весь эспрессо, он просто настолько такой вот получается. И ты, короче, ему просто говоришь то, что, чувак, вари как варил, просто залей там, я не знаю, акваминерали какую-нибудь, просто попробуй. Потому что мы там советуем 60-120 ppm на эспрессо, такой разбег, да? Ну там сами варим на 90-ом году. Ну ему может минерализатор, знаете, это хотя бы уже что-то. Минерализатор это несусветное говнище, которое... Вот а что мне делать? Вот у меня осмос. Да. Лучше уж минерализатором, чем без. Смотри, минерализатор это говно. Если у тебя осмос, проще... Объясню почему, потому что он проточный. Да, я понимаю. И скорость отбора воды через него, она непостоянная. То есть там, допустим, первый ты отберёшь нормально, а потом у тебя ненормально. То есть он на потоке будет скакать. Нет, вот сейчас поясню, да, я с тобой согласен. Я говорю про дом. Для дома это нормально, потому что я заливаю примерно литр. Слушай, смотря где ты живёшь, допустим, для дома нормально обычный одноступенчатый фильтр, если ты живёшь в Петербурге в новом доме. Смотри, если ты живёшь в Петербурге в старом доме со старыми трубами, никакой фильтр тебе не подойдёт, потому что вода воняет в старых домах в Петербурге так, что там такое ощущение, что там яйца стухли, сероводород и прочее. То есть я жил в коммуналке на обводном канале, я знаю, что это такое. Дом там конца 18 века. То есть тут-то такие элементы нужно учитывать ещё и в своей реалии. То есть в Питере, я говорю, в старом фонде одна вода, в каком-то, если трубы нормальные, 42 ппм, пей и прочее. Но, как и в Норвегии, везде к лету, к весне минерализация падает, потому что тает, всё там растёт, и у тебя идут вот такие вот колебания. Они были всегда и будут. И поэтому все вот эти штуки мы знаем, но мы учесть их не можем. По одной простой причине, мы как бы не живём в замкнутом каком-то мире. И именно поэтому мы не делаем рецепты на всё-всё-всё, потому что это будет просто трэш. Мне показывали данные под Пятигорском минерализации воды из крана Явы. 980. Так это даже по санпинам не проходит. 980 – это просто жидкий кирпич. Там, знаешь, можно воду вместо скраба использовать. Не в Пятигорске, я, по-моему, под Ростовом где-то, я не помню. Ну, в тех. Не, ну 900 – это даже по санпину, если это городская среда, там должно быть... Я знаю, там 400 должно быть... 450 максимум. 450, по-моему, максимум. Я не помню, сколько. Короче, суть не в этом. Суть в том, что у тебя супер разные условия, мы можем дать человеку только коридор, но мы условия его изменить не можем, понимаешь? И мы даём ему данные. И чаще всего, какими-то странами пользуются, всё ок. Можно было их не давать. Но настоял я. По одной простой причине. Потому что я так же настаиваю, что цвет колера не важен. Я так же настаиваю... Ну, как в рамках, для меня более не важен, чем для многих. Я так же настаиваю, что зерно может быть красивым и некрасивым. Самое невкусное зерно в жизни, которое я пил, это был какой-то старый Сальвадор. Идеально ровный. По цвету, по форме. Просто можно в музей кофейных зёрнышек выставлять. Такое дно по вкусу. Это просто... Ну, просто тапочек, понимаешь? И как бы... Ты можешь пить всё, что угодно, да, как бы... Но у тебя должно быть понимание, что кофе, обжарка, заварка и прочее, это вот ради чашки. И именно поэтому мы даём рецепт. Потому что тот вкус и наше качество, которое мы даём, мы говорим не про зерно жареное, а мы говорим про ту самую чашку. И поэтому мы даём какую-то базовую, и многие говорят, ой, а я заварил так, и так мне больше нравится. Да, такое может быть. Вы можете. Мы даём базовый рецепт, в котором мы уверены. Всё. А то, что вы лучше заварите, да не вопрос, конечно, заварить. Мы же не можем... Ты представляешь, у нас порядка 100 лотов, по-моему, за год. Разного. На 100 лотов, если он у тебя идёт в фильтре и в эспрессо, тебе нужно сделать 300 рецептов. Это получается по одному рецепту, ну там, допустим, по три рецепта раз в три дня. А как ты фильтр выбираешь? Если мы берём эспрессо, всё понятно, ты берёшь эспрессо-машину свою лабораторную. А как ты рецепт на фильтр? Ты берёшь воронку, ты берёшь капельку, что-то подостал? Нет, мы даём только воронку, потому что это перколяция. Ага, хорошо. И второе, это аэропресс, потому что это такой метод бастард. А на иммерсию ты типа, потому что там особо и не испортить? Да, все иммерсионные методы, типа френч-пресса, типа френч-пресс по факту, что же иммерсия? Ну это и синик главный, и что? Френч-пресса, там капинга и прочее, мы рецепты не даём, но если кто-то спрашивает, может спросить, ну как бы мы обязательно ему дадим. А рецепта на эспрессо нету, это означает то, что этот кофе выгодит. И его эспрессо недоступен. Зачем нужна эта рекомендация? Если ты что-то там намутил, намандил, ты возвращаешься к рекомендации, и у тебя все нормально. Я извиняюсь, что может быть дело не совсем красивое, я просто такие слова говорил два года назад в разговоре с Шаровым, почему рецепты важны. Вот, пришли как раз к тому мнению, что им они не очень нужны, и я об этом много раз говорил, что нужна стартовая рекомендация для людей. Ты купил кофе, ты не знаешь, что с ним делать. Смотри, у них есть стартовая рекомендация, и у них... Не на всех просто. Нет, у них есть, и у Ростинбрю, смотри, у Ростинбрю, у Тарифакта, у всех есть стартовая рекомендация, всегда. Я тебе сейчас объясню разницу между нами и другими компаниями. Это очень просто. Нет, есть философия, то есть всегда есть точка. Они рекомендуют от метода, мы рекомендуем от зерна. Вся разница. Далее, смотри, фишка в чём. Они рекомендуют, у них есть смеси у всех эспрессо, потому что они продают то, что в пакете. Понимаешь? Типа сам кофе. Поэтому есть эспрессо, смеси, ещё что-то. Мы продаём по факту зелёный кофе, который обжаривается. И этот кофе мы тебе готовы представить в эспрессо или готовы представить в фильтре и впрочем. То есть вся философия, разница в чём? Мы не продаём смеси, потому что мы по факту не занимаемся обжаренным кофе. Наша любовь, она заключается к самому кофе. То есть мы что-то нашли, и поэтому у нас 95% ассортимента, это не смеси, а это по факту моносорта. Моносорта. То есть мы продаём... Вот, в этом есть и прикол. Это разница, это не самая реклама, это просто разница в подходе. Почему у нас нет смесей? Потому что мы продаём по факту кофе. То есть Эфиопия под молочко, это Гигеса. Гватемала под молочко, это Гватемала Арналда Лопес пожарен так. Иногда бывает смесь внутри одного региона, когда мы там, допустим, Индонезия под молоком, мы мешали три разные обработки одного и того же варианта. И вот такая смесь может быть. Но мешать два-три разных региона, мы делаем это в виде кича, супер иногда, и только для подписки. Вот сейчас... Спойлер. В этой подписке, я вчера покупал зерно, будет бараги мучагара, мытая Кения АА, смешанная с натуральной Колумбией от Рафаэля Ая. Просто два супер разных кофе мы смешаем, это будет один лот из подписки. Я только идею придумал, сейчас посмотрим даже... Дальше не пробовал. Мы пробовали такой вариант, я пробовал такой вариант уже с другой Кения, с этой конкретно нет. Ну, то есть, должно получиться нормально. Обжариваю так и получается, что ты зелёнку кидаешь и вместе обжариваешь? Нет, это будет отдельно, потому что, если бы они были хотя бы два мытых, мы бы отжарили этот. Если бленд идет на эспрессо, я всегда за примикс. То есть, я всегда затошко обжариваю. Сначала смешиваешь, потом обжариваешься. Да, потому что у тебя существует одна газовая фаза, у тебя должно зерно прогреться нормально. То есть, если ты примиксом пожарил, у тебя может быть будет менее ярким кофе, но он будет более всегда стабильным от этого. А с фильтром наоборот получается? С фильтром, да. Если ты хочешь ярче, то нужно обжарить отдельно. Почти все большие обжарщики такого среднего размера, они жарят смеси вместе. Но супер большие обжарщики, они жарят смеси раздельно, потому что у них даже есть, по-моему, такая постбленд машина, она называется. Бленды чего не помогает делать? Особенно Christmas blend и прочее. Это классный момент оптимизации производства. Что делают для лавации? Я тебе объясню, почему лавации делают бленды. Представь, ты жаришь тон, мы уже обсуждали, сколько, и ты жаришь очень много кофе, и у тебя есть какой-то супер топ-бленд, который пьется всегда. Топ-селект у них там какой-то был или еще что-то. И они говорят, у нас супер секретная рецептура, в которой 12 сортов. Представляешь, 12 сортов? Типа, и я их понимаю, я тебе объясню, почему. Идеальный бленд. Смотри, у тебя урожай не всегда идет, и у тебя вот, допустим, у нас кофе подвержен изменениям в течение года, потому что мы взяли, и он там тухнет, изменяется. Именно поэтому у нас только молочко стабильно, потому что там темнее обжарка, и как бы вот эти изменения, мы его изначально глушим, и он как бы более ровный становится из-за этого. То есть, падение не такое большое. А у них что делается? 12 сортов с разного года, самое главное, с разного времени года урожая, что-то январь-февраль, что-то апрель. Конечно, смотри, ты всегда его жаришь, только у тебя вот эти сорта более свежие, вот эти более старые. У тебя приходит новый урожай, этот ушел, этот пришел, и у тебя постоянно как змейка передвигается, понимаешь? Не компенсирует друг друга. Вот, и у тебя в этом всей фишка, это идеальный бленд, и он будет суперстабильный, всегда одного качества, потому что ты берешь кофе, который суперразный, но у тебя каждая часть вот этого кофе, она всего лишь там 8% от составляющего. И изменение одного не так сильно влияет. Конечно, ты передвигаешь, при этом ты жаришь кофе в 18 минут, закидываешь туда до хера воды, и у тебя кофе стабильно одного качества. Естественно, в этом есть и прикол, в том, что как бы намешать блендов с любой точкой зрения, с оптимизацией производства я могу, с созданием вкуса я тоже могу намешать. Но самое главное, я не могу намешать того бленда, который будет сделан для того, чтобы это описало восторг моего занятия кофе. Потому что он будет нестабилен. Всегда бленд, он более нестабилен, чем моносорт. Потому что есть понятие шафла, которое ты никак никогда не решишь. Ну, шафл, это когда вот у тебя, допустим, бленд 65 на 35. С чего ты взял, что у тебя в эспрессо корзине в этот момент 65 на 35? Это никогда. То есть, единственное, что можно сделать, бленд это ты засыпаешь два разных кофе в два бункера, намалываешь один и потом второй в тех пропорциях, в которых они должны, типа послойный бленд. Вот этот бленд будет всегда повторяться. Остальные и другие бленды повторяться никогда не будут. И то есть, даже уловаться у той же, заваривая кофе там по-разному, у тебя будет всегда по-разному просыпаться. Но за счёт того, что это супер, большая вариативность, супер там прижатого кофе, у тебя всё более-менее всегда будет стоить. Прижатого, я имею в виду по-разному, с островом воды. То есть, у тебя, я параноик просто, по сути. И как бы, когда мне говорят, что надо мешать бленд, я говорю, а как вы его повторите? Ну, типа, как? И у тебя, знаешь, в чём есть прикол? Когда ты мешаешь разные, была такая тема дизайн смеси. То есть, типа, никто не будет мешать натуральную эфиопию там с марагаджипом. У тебя же бункер определённой формы. И когда ты на малыш, у тебя зерно вниз уходит. У тебя же тяжёлое маленькое зерно, если ты его не перемешиваешь, будет уходить быстрее вниз по форме. Потому что ему легче просочиться. И у тебя будет постоянно ещё и отслаивание бленда происходить. Ну, это же вообще бред. И я вот это вот, вот этим задумывался 10 лет назад. И 10 лет назад я такой сел, думаю, бленда это точно не для меня. Ну, как бы, я вот вообще, это ещё 10 назад, 10 лет назад я решил для себя. С другой стороны, если мы берём коммерческий кофе, то это всё и так бленды с самого начала. Конечно. Да, но вопрос в чём, ещё раз говорю, сделать это я могу. Зачем? У меня даже зерна такого нет. То есть, ты берёшь крутое зерно, тебе нужно его смешать, испортить и вдуть. Ну, это уже как... Хорошо, посмотри, посмотри любую компанию, типа, допустим, так же тесте кофе. И их бленды всегда будут либо дешевле, чем она сорта, либо, ну... Чаще всего они как базовый сорт. Нормально. Потому что базовый сорт, потому что там базовое зерно. Потому что даже те люди, которые там шарят, или там, допустим, у Рома Хомченко, посмотри, тоже либо простые бленды. Или бы эспрессо смесь и недорогие для того, чтобы просто типа они были. Ну, у всех они есть, типа, Бразилия, Эфиопия, Колумбия, Бразилия, Эфиопия, две Эфиопии, мы-то натуральные. Вот такие вещи. Смысл... Я не вижу просто смысла в этом. Что самое главное у обжарщика? Мы не занимаемся всем, мы продаём зерно. Как работают другие люди, я не знаю. Я точно знаю, что у нас из-за этого есть своя ниша. То есть, из-за этого люди знают, можно прийти, купить какой-то кофе нормальный и попить. Но при этом будет постоянно меняться, кроме, пожалуй, сортов под молочко. Да. Но самое, что главное, вот в любые кризисные потрясения или ситуации мой объём всегда будет стабильным. Потому что я не конфрактовал с кем-то там за дешёвый кофе или не конфрактовал с кем-то за супердорогой кофе. Я работал в нормальной ситуации. И у нас, как бы, могу ли я жарить дешёвую Бразилию? Могу. Я даже могу купить лоринг на 70 килограмм, наверное, в лизинг и их дешёвую Бразилию. Супер стабильно. А дешёвую Бразилию только на лоринге и жарить. Не хочу этого делать и не буду. Почему? Потому что это не мой бизнес, это не мои деньги. Есть ребята, которые этим занимаются и которым это нравится. Там, я не знаю, наверное, это знак из Белгорода, ещё кто-то. То есть, это такие большие обжарщики. Просто им это нравится. Пускай они... Мне это не нравится. Я не говорю, что это плохо. Ну да, это просто не так. Да, это... У нас, кто работает, это не вставляет. Ребята выбирают сами, что хотят. И если я вижу, что это входит к нам в этот... То есть, я позволяю. Субтитры сделал DimaTorzok